Приветствую вас, уважаемые братья и сестры! Тема моей сегодняшней проповеди – Тайна Тайн. Удивительное место, записанное в Священном Писании, это во Втором Послании к Коринфянам, 3 главе, 17 стихе. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Величайшая Тайна Тайн – это тайна принятия решения нашей душой, наша внутренняя мотивация, как мы живем. Библия предупреждает нас, чтобы мы не давали место дьяволу и в другом месте о том, что нам не безызвестны его, то есть дьявола, умыслы или планы. То есть мы не должны давать дьяволу место в своем сердце, потому что нам известны его планы. Его планы заключаются в том, чтобы украсть, убить и погубить. Все верующие, если так можно их грубо разделить на две категории, делятся на тех, кто учит, людей, которые обладают определенным авторитетом или знанием и учат, и остальных, большую часть людей, которые учатся. То есть они слушают то, что говорится им в виде проповеди, в виде пения, в виде стиха, в виде увещевания, в виде какого-то духовного откровения. И они учатся или не учатся, это уже их дело, но они как бы больше потребители. Интересно, что когда мы говорим о физическом развитии тела, это не считается стыдным, если человек анализирует свою какую-то программу занятий, упражнений, если человек концентрируется на том, как он питается, соблюдает диету, и потом он записывает видео и рассказывает о том, что он делал и как у него получилось. Потому что физические особенности организма, они у каждого разные. Да, есть общее правило для того, чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться, нужно вести активный образ жизни. Но как именно вести активный образ жизни и что значит правильно питаться, каждый человек индивидуально решает сам для себя. То же самое и в духовной жизни. И вот сегодня я стою в роли человека, не который учит, а который сам чему-то научился, продолжает учиться. И просто хочу поделиться с вами, даже не опытом, своими размышлениями. Интересно, что когда все пройдет, а мы уже говорили не раз об этом, что все пройдет. И карантин пройдет, и коронавирус пройдет, и пандемия пройдет, и экономический кризис рано или поздно пройдет. Все пройдет. Помните, мы много говорили о том, мы сегодня не будем говорить о стратегиях сатаны, о планах людей мира сего. Мы все это слушали, мы чему-то ужасались, что-то нам надоело, чему-то мы поверили, чему-то не поверили. Мы утешали себя, что это будет ненадолго. Мы говорили, что цифры завышены или занижены. Мы также говорили, что это удивительное время для того, чтобы провести с семьей, или с женой, или с детьми, или с женой и с детьми вместе, чтобы больше уделять времени дому, домашним, с каким-то заботом. Но мой вопрос, который я задал для себя, в первую очередь для себя, когда все пройдет, что останется в моей душе? Потому что все то, о чем мы говорили раньше, это все относится и к верующим людям, и к неверующим людям. Но душа, душевное состояние, в каком состоянии будет моя душа после, это тот вопрос, который меня волнует. И, к сожалению, не всегда мои поступки отображают мою внутреннюю мотивацию. Поступки могут быть правильными, слова могут быть правильными, но мотивация может быть совсем другой. Я не буду просматривать все аспекты того, почему люди принимают те или иные решения, почему они поступают так или иначе. Божье Слово учит нас, что там, где Дух Господень, там свобода. Сейчас мы свободны в принятии решений, как нам развиваться духовно. Прежде чем я пойду дальше, я хочу сказать одно. Я это говорю себе. В первую очередь я это говорю себе. Может быть, это будет полезно и вам. Если после вы останетесь такими, как были, карантин на пользу не пошел. Даже если человек самый святой, самый правильный, самый совершенный, самый умудренный опытом, но если он остался таким, как был, ничего не стало лучше, ничего не стало глубже, ничего не стало более душевно, духовно в его жизни. Все, что было прослушано, сказано, прочитано, просмотрено, оно было без пользы. Стояние на месте для верующего человека – это смерть. Если мы говорим, что верующие и неверующие в духовном плане, они расходятся по разным сторонам, одни идут ко Христу, другие идут от Христа, то стояние на месте – это смерть. Не сразу, не быстрая, но постепенная духовная смерть. Божье Слово говорит, что там, где Дух Господень, там свобода. Это означает, что я проводил и провожу свое время так, как считаю нужным я. Кто-то в размышлениях о достатке, кто-то о сроках, когда все закончится, кто-то о каких-то планах, кто-то копался в цифрах, датах, именах и главах. Каждый занимался своим делом. Кто-то читал больше, кто-то читал столько же, кто-то как не читал, так и не читал. Сегодня речь не об этом, потому что я не отвечаю и не несу ответственность ни за одну душу, кроме своей. И за мою душу умирал Христос, за мою вечность была заплачена цена. Поэтому то, о чем сегодня я говорю, мотивацию своих поступков. Я хочу разобраться в первую очередь в мотивации своих поступков. Для кого все это делалось, для кого все это говорилось, с какой целью все это произносилось. И когда происходят какие-то моменты в жизни, сложные моменты в жизни, нам всегда хочется найти виноватых. Так работает человеческая душа, так работает разум человеческий, когда что-то не так, хочется найти виноватых. Но вот интересное место записано в Марка 7 главе в 21 и в 23 стихах. «Ибо изнутри, то есть из середины, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Божье Слово говорит, что наши внутренние духовные и душевные проблемы, они исходят изнутри. Да, есть внешние факторы, да, есть обстоятельства, да, есть еще какие-то моменты, которые нам не подвластны. Но все неподвластные моменты, они идут через, проходят через наше сердце, через наш разум, через наши чувства. Это то, что мы называем душой. То есть все внешние обстоятельства, все внешние факторы, они проходят через нашу душу. И мы становимся или лучше, или мы становимся хуже. Вот так просто. Мы все пропускаем через свою душу. И после того, что мы пропускаем, мы становимся или лучше, или хуже. Важно понимать, что Божье Слово говорит нам, что во всех наших духовных недоработках виноваты мы сами. Потому что изнутри нашего сердца исходит зло. изнутри моего сердца исходит зло. И не важно, я закрыт дома, или я работаю, как и прежде, или я хожу, как и прежде, или я служу, как и прежде. Зло исходит изнутри моего сердца. Для того, чтобы быть злым, мне не нужны люди. Люди могут быть фактором. Информация может быть катализатором. Окружающая среда может стать причиной, когда всплеск идет зла разного, список я вам перечислил. Но причина в моем сердце. Вы скажете, когда нет людей, я и не злюсь. Или вы скажете, когда я не смотрю новости, то я не расстраиваюсь, не раздражаюсь. Когда у меня не уменьшается зарплата, я нормальный. Когда у меня нет проблем на работе, у меня все хорошо, я просто душка. Но это уже вторичные факторы. Изначально все исходит из сердца. Все исходит из души. И Бог дал людям время одуматься. Я верю в то, что это Бог дал людям время одуматься. Не для того, чтобы узнать больше о том, как устроен этот мир. И кто-то, может быть, действительно сейчас сидит и переживает по поводу того, что нас легко можно закрыть, что нас кто-то контролирует, что государство преследует свои интересы. Ну и пусть. Так было всегда. Если вы не знали, всегда все государства преследовали свои интересы. Всегда в мире была несправедливость, всегда в мире были проблемы. И меня это касается так, где-то краем уха. потому что меня беспокоит моя душа. Каким я буду, когда все станет, как и прежде? Или, если даже не станет, как и прежде, каким я буду? Какое есть сейчас? Какое есть сейчас по сравнению с теми двумя месяцами, которые уже прошли? Как изменилась моя духовная жизнь? Как изменилась моя душа? Как изменилась мировосприятие? Потому что Божье слово говорит, что из сердца человеческого исходит все зло. Из сердца человеческого. И оно оскверняет человека. В чем мотивация моих поступков? Вот тайна, в которой я для себя хочу разобраться. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на себя и задуматься, в чем мотивация ваших поступков. если для кого-то это были люди, сейчас отчасти мы изолированы и это уходит как-то на второй план. Если это была церковь как здание, такой возможности нет собраться и оно уходит на второй план. Если это было внимание людей, то люди сейчас ко мне не приходят и это уходит на второй план. В чем мотивация моих поступков, моего служения, моей духовности, моей семейной жизни, моих принципов духовных, у верующего человека должны быть духовные принципы. В чем причина? И вот интересно, что из сердца исходит зло. И в римлянам 12 главе 21 стихе написано «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Как я это могу сделать? Вы понимаете, что Божье Слово не перелаживает ответственность ни на кого, ни на близких, ни на родственниках, ни на служителей. Даже если я являюсь служителем, мне не на кого переложить ответственность. За свое сердце отвечаю только я. Вот мы говорим «Слушайте служителей», а я задаюсь вопросом «А служителям слушать кого?» Вот говорите так, как они поступают, поступайте так, как они говорят. А я думаю, а как поступать служителям? Кто им должен говорить? Как это вообще должно происходить? Как я отношусь к служителям? Какая моя мотивация общения с ними? Чего я ожидаю от них? Как я думаю о том, как они решают свои проблемы? или может быть я думаю, что если есть звание, чин, то проблем никаких нет? Как проходит моя душа через этот карантин? Становлюсь ли я лучше? Становлюсь ли я ближе к Богу? Или наоборот отдаляюсь? Знаете, на первое время было легче. Вот первых пару недель многим людям было легче. никто не воспринимал это серьезно, считали это какой-то нелепой шуткой, каким-то недоразумением, что вот плюс запасов на первое время у всех было с избытком, но когда это ожидание перешло за месяц, за полтора месяца, многие начали волноваться, потому что зарплаты не как и прежде, расходы может быть сократились, но и доходы у некоторых сократились и люди начали волноваться. И вот знаете, вспомните первые проповеди, вообще первые проповеди от многих проповедников при начале карантина. Не бойтесь, не унывайте, ободритесь, вперед, мы с Богом все сможем, но проходит промежуток времени, души человеческие, они меняются под наплывом разной информации. И что говорить людям теперь? как самому пройти этот карантин достойно, чтобы впоследствии оказаться лучше, чем был. Смысл всей христианской жизни быть лучше, чем был день ото дня. Как и прежде, это не библейский путь. Лучше, ближе, потому что Господь, Он Бог совершенства. И Он говорит, освящайтесь, то есть приводите себя в порядок, отделяйтесь день ото дня. Святой человек это отделенный человек, это не вышедший, а отделенный, который в мире, но не стал таким, как мир. И вот множество информации, множество домыслов, множество идей, а как проходит моя душа. Внутренние мотивы. Знаете, в Библии есть одна удивительная история. Сейчас мы с вами ее прочитаем. Я признаюсь честно. Сегодня у нас такая честная проповедь. Я признаюсь честно. Я долгое время не понимал эту историю, потому что если идти по тексту, никуда не отвлекаясь, непонятно, почему произошло все так, как произошло. Дальше Библия дает нам подсказку. И мы вместе посмотрим на эту подсказку. Но к чему я веду? Поступки людей нам кажутся на первый взгляд может быть хорошими, может быть совершенными, может быть святыми и праведными. Но страшно не то, что нам кажутся чьи-то поступки такими. Иногда мои собственные поступки мне кажутся правильными и святыми. И я не задаюсь вопросом мотивации, почему я сделал то или иное. Из каких побуждений я помог или не помог человеку? Я позвонил или не позвонил человеку? Я сказал эту проповедь или не сказал эту проповедь? Что движет мной? Что внутри сердца? Что влияет на принятие моих решений? Бог или окружающая среда? Когда я говорю окружающая среда, я сужаю это вплоть до рамок семьи. Помните, Давид говорит про лежащую на ложе? До самых близких среда, семья, родственники, друзья, церковь, круг общения, социальная группа, это все на меня влияет. И под этим влиянием я принимаю решение, я формируюсь как личность, потому что все мы рождаемся с врожденными какими-то качествами и приобретенными качествами. Мои приобретенные качества я получаю в процессе жизни. Тут даже дело не в характере, тут даже дело не в поведении, дело в душе. человек изменяется или нет. И вот когда я делаю какие-то вещи, не задумываясь о мотивации, почему я это делаю, может оказаться, что я делаю это правильно со стороны, правильно так, как просили, правильно так, как ожидается от меня, но на самом деле из-за неправильной мотивации, из-за того, что мое сердце не так мыслит, я могу согрешить перед Богом. Моя задача посмотреть на Божий путь, моя задача чувствовать и знать, моя личная задача, это нужно мне, чувствовать и знать, что хочет Бог от меня. Да, я могу развиваться, да, я могу расти, но мне важно знать, что хочет Бог от меня. И почему я говорю о мотивах, потому что по поступкам, даже по внешности человека судить нельзя. Вообще человека судить нельзя. И судить Бог не дал нам право, он дал нам право рассуждать, но судить мы никого не можем, не имеем права. Но важно, что нас видит Бог. Мы живем между людьми, и часто мы ведем себя так, как хотят, чтобы мы вели себя. Мы ведем себя так, как этого ожидают люди, забывая, что наше сердце видит Бог. Еще раз, мы живем так, как хотят этого люди, забывая, что наше сердце видит Бог. внутренняя мотивация поступка. И вот интереснейшая, интереснейшая, просто интереснейшая история записана в книге числа 22 глава. Интерес этой истории не в том, что там говорит животное. Правильно, вы уже догадались, это будет о говорящей ослице. История интересна не в том, история интересна, что прозорливец, лучше было бы его назвать, прозорливец Валаам, он в принципе делает то, что сказал ему Бог. Но написано, Бог гневается на него и хочет умертвить его. Чтобы была понятна эта история, для тех, кто не читал книгу числа давно, еврейский народ, выходя из пустыни, они прошли землю амонитян, подзавоевали там чуть-чуть, и они входили в землю Моавитян и Модианитян. И вот Валаак, царь Моавитский, он вызывает прозорливца Валаама. И задача прозорливца, он относился к нему как к жрецу, жреческая власть всегда имела силу, и вот он обращаясь к нему как жрецу или прозорливцу, он говорит прокляни мне народ, и тогда мои солдаты вдохновятся, бойцы мои, и они победят этих евреев. Вот просто прокляни их, я тебе заплачу, и мы победим. Вот знаете, такой вера в то, что действительно мы победим. Он посылает гонцов, князей первый раз, Валаам, Валаму Бог говорит не иди, Валаам отказывается. Валаам это не верующий человек, вот это важно понимать, ну как неверующий, смотрите, это сложно объяснить нашим умом, когда мы уже знаем, что такое Новый Завет, когда мы знаем, что такое благодать, когда мы знаем, что такое святая жизнь, но Бог, могущественный Бог, он употреблять может кого хочешь на этой земле, он может взять фараона, ожесточить его, он может взять царя, расположить его, он говорил с этим прозорливцем, впоследствии, впоследствии, дальше, дальше, когда этот прозорливец, потому что Бог ему так сказал, он благословит израильский народ трижды, его Валаак прогонит от себя, евреи завоюют их землю, и впоследствии того же Валаама тоже убьют, между прочими магианитянами Валаама убьют, то есть у него не будет так, Сраав, когда она была спасена чудесным образом, нет, его убьют, потому что когда он уходил, он дал очень страшный совет Моавицкому царю, этот совет заключался в том, что военной силой евреев не победить, но вот если давать им в жены своих дочерей, то они впоследствии будут вносить в семейный уклад жизни в общество языческих богов, если вносить этих языческих богов, то евреи начнут грешить, а если евреи начнут грешить, то их начнет наказывать Бог. Смотрите, какой мудрый Валаам человек был, он понимал, что пока за евреев сражается Бог, им никто не страшен, но как только Бог отвернется от евреев, их может поражать любое полчища, любой сброд их может бить, потому что евреи сильны с Богом. Вот это хорошая аналогия в нашу современную жизнь, не важно какие мы духовные бойцы, важно, что пока мы со Христом мы побеждаем, когда мы без Христа у нас нет шансов, без воскресшего Христа у нас нет шансов. Так вот, приходят к нему более знатные князья, к Валааму, и смотрите, интереснейшая история, вот удивительно, пока без подсказки, просто попробуем понять по тексту внутренние мотивы принятия решений, это величайшая тайна, как это происходит. 22 глава с 18 стиха, книга «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Правильно говорит? Да и аминь, никаких вопросов. «Впрочем, останьте здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». То есть умом мы это все понимаем. «Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими». Там мадиентянские были и моавицкие, но они вместе записаны как моавицкие. И 22 стих. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел». Стоп! На этом месте тормозим. Стоп! Возвращаемся. 20 стих. Вторая половина 20 стиха. «Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить». Валаам соглашается, встает, и 22 стих. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. и стал ангел господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему, он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». Если читать этот текст, получается, Бог является человеку ночью и говорит, встань и иди. Человек говорит, слушаюсь, иду. Только он выходит, гнев Божий на него воспылал, и Бог хочет его умертвить. Значит, между тем, как он согласился, точнее так, после того, как он согласился, и тем периодом или промежутком времени, когда он уже вышел, что-то в душе Валаама произошло. И тут интересно, помните, он в 19 стихе говорит, впрочем, вы останьтесь, я послушаю, что говорит Бог. По тексту вообще непонятно, что там произошло. И вот 31 стих и ниже, читаем дальше, как развивались события. Ослица увидела этого ангела, начала прижимать ногу Валааму, он разозлился, хотел убить ее палкой, до смерти заколотить ее. Потом ослица начала говорить человеческим голосом, но у нас сегодня не тема о чудесах с животными, мы говорим о внутренних мотивах. И вот 31 стих и дальше. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, за что ты била с лицу твою вот уже три раза, он ее трижды бил, бил и вообще хотел убить. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Опять, в чем неправедность пути? Все же правильно, Господь Бог мой говорит, с Богом разговаривает, Бог дает указания, он указанием следует. Вы понимаете, к чему я сейчас веду? Это то, как часто живем мы. Со стороны вообще не прикопаешься. Ну, идеальный человек, просто хоть крылья зацепить и можно сразу восхищаться. Проблема в мотивации, но опять-таки это проповедь не для того, чтобы вы начали сейчас прокручивать в голове своих близких и знакомых, которые живут не так. Это проповедь для того, чтобы прокрутить в своей душе, в своем мозгу. Может быть, я тот человек. Может быть, я человек, живущий для окружающих, забывая, что я должен жить для Бога. Поступаю не по совести в Духе Святом, а поступаю по каким-то другим законам. Человеческим, родственным, церковным, семейным и так дальше. Хорошо, если они в одном направлении двигаются. Знаете, бывают дети, жена, родственники, все верующие, все ходят в церковь, все славят Бога, все в служении. Какие тут вопросы? А бывает, что идут какие-то конфликтные ситуации на почве духовных вещей. И что делать тогда? Или что выбирать тогда? Если выбирать то или иное, то как это выбрать правильно, чтобы это было без скандала? Потому что Библия говорит, что к миру призвал нас Господь. И вот Бог ему говорит, ты не прав предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живую. И сказал Валаам ангелу Господню, сокрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. И так, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. И сказал ангел Господень Валааму, пойди с людьми с ними, повторяется, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Вот как просто. Можно поговорить с Богом, можно услышать Его волю, можно узнать, что Он хочет, можно пойти так, как Он скажет, и в конечном счете подвергнуть свою жизнь опасности. Вот мы услышали проповедь, что нужно делать вот так, вот так, вот так. Ну раз так просят, давайте я так сделаю. И я делаю вот так, вот так, вот так. В устах близок, а сердце далеко отстоит от меня, говорит Господь избранному народу. И что же получается? Если бы не было подсказки от апостола Петра, я бы вообще не понял, в чем преступление Валама, что он сделал не так. Но у Петра во втором послании, второй главе, с 15 по 16 стих идет ключ к этому такому кроссфорду, если можно. Оставив прямой путь, он описывает разных людей и впоследствии сравнивает их с Валамом и его философии жизненной, то есть с тем решением, которое он принял. Помните, цена вопроса дом серебра? Вот он говорит, пусть он дал бы мне свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господне. А потом говорит, ну, впрочем, подождите. Вы знаете, вспыльчиво сказал, дайте мне хоть фуру золота, я как бы, я такой кремень, что я никуда, ни направо, ни налево, за Христа я в вагоне и в воду. Хотя, и начинаются какие-то махинации. Махинации, причем невидимые, махинации происходят в сердце, но мы всегда должны помнить, что нас видит Бог. Вопрос же не в том, понимаете, если бы Бог впускал людей в небо только потому, как они выглядят, или как они чинно, или нечинно себя введут, то намного больший процент людей попали бы в небо. Многие бы туда попали, потому что если бы это был просто вопрос дресс-кода, если бы это был вопрос манер, поведения, христианской этики, то почему бы и нет? Христианство, учение приятное, христианство, учение доступное, почему бы и не в небо? Но вопрос христианства, это вопрос сердца, потому что рождение заново, оно происходит в душе, человек заново физически родиться не может поэтому вопрос рождения новой жизни это не вопрос тела это вообще не вопрос тела это вопрос души наша сегодняшняя проповедь тайная тайна это не просто какая-то там тайна секретум секреторум если я не ошибаюсь так трактат назывался энциклопедический написанный или скажем так датированный девятым веком и там было собрано много умных вещей нет это не та тайна это тайна души каким я становлюсь день ото дня если я был раздражительным на работе сейчас без работы может быть и стал мягче серьезно то нет такой же раздражительный если я раздражался потому что я оправдывался тем что я не вижу детей своих теперь их вижу круглосуточно стал ли я меньше раздражительным если причина в сердце то факторы могут меняться мотивация может меняться и вот смотрите когда петр сравнивает тех людей которые как облака безводные которые только шум создают движение без пользы и вот он упоминает валаама это уже новый завет это уже прошло несколько тысяч лет не побоюсь этого слова но полторы точно веков 15 прошло точно и вот что говорит петр второе послание петра 2 15 16 оставив прямой путь они заблудились идя по следам валаама сына вассорова валаам не просто поступок сделал так все поступают люди в определенных ситуациях знаете почему потому что когда я смотрю на чужой грех или на чужой проступок или на чужой простите косяк со стороны мне кажется как глупо я бы так никогда не поступил но как только я попадаю в подобную ситуацию каким-то дивным образом и почему-то поступают также потому что если я надеюсь на свои силы на свою мудрость на свою выдержку на свой самоконтроль от этого ничего не останется вы заметили это тоже я уверен вы это тоже заметили все наши плохие поступки мы оправдываем нет ни одного поступка который бы сделал я и не нашел бы на него оправдание вот абсолютно я сейчас серьезно не любого ни одного нет поступка которого бы я не смог оправдать своей жизни и так абсолютно любой человек грех не грех в большой грех маленький грех просто неприлично поступил всегда найдется какое-то оправдание мы люди так устроены что мы сразу хотим выкрутиться но бог пускает на небо по состоянию сердца а не плоти вот это важно бог пускает на небо по состоянию в сердце и вот он говорит что они пошли по путям валаама сына вассорова который возлюбил мзду неправедную получается между тем как бог сказал иди и он пошел в этот промежуток времени валам подумал подумал слушай но раз все равно иду раз все равно там бог что-то от меня хочет ну так почему бы этот дом золото или серебра и вообще эту кучу драгоценных металлов не забрать себе почему бы такую выгоду не поиметь с этого дела чуть не лишился жизни если бы это ослица безмолвная не стала говорящей причем на его языке то есть чудо даже не в том что с лица заговорила чудо в том что она заговорила на его языке она могла заговорить на любом другом но она заговорила и вот тут написано но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица проговорив человеческим голосом остановила безумие смотрите как петр оценивает эту ситуацию безумие пророка что получается петр понимает что игры с богом это безумие вот знаете а показуху устраивать пыль в глаза пускать духовность изображать это безумие с точки зрения бога вы скажете почему да потому что бог сердце видит а в небо бог пускает по состоянию сердца по состоянию духа пускать пыль физически для людей это безумие этот человек заблудился человек оставил прямой путь потому что он возлюбил мзду получается в самое начало мы возвращаемся что мотивация почему я делаю те или иные поступки это мотивация любви есть моменты когда человека никто не заставляет ничего делать доброго но он все равно почему-то это делает человека не заставляют совершать служение когда ну церковь в том плане если человек совершал служение в церкви она закрыта но все равно каким-то образом какое-то служение совершает что мотивирует человека любовь что мотивировало валаама на то чтобы допустить такую безумную мысль в голову любовь только тут к богу а там к деньгам к металлам к почестям к чему угодно мзду неправедную он возлюбил он оставил прямой путь вот вы понимаете есть прямой путь он так и называется путь прямой но почему он прямой нужно прямо нужно идти если начинаешь в кусты куда-то сворачивать налево или направо куда-то там уклонился не факт что этот путь можно вернуться оставил прямой путь и что написано заблудился это просто я я есть дорога истина и жизнь говорит христос если оставить христа то можно заблудиться причем не только можно заблудиться а человек заблудится если не идти по прямой дороге уйти куда-то человек заблудится он возлюбил мзду и ослица вдумайтесь ослица остановила его безумие возвращаясь еще раз назад получается пускать пыль в глаза заниматься простите за это слово но она самая употребляемая из тех которые знаю очков втира тель ством замыливать кому-то глаза или очки или создавать какую-то видимость перед богом это безумие почему безумие человек без ума он не думает о том что любая деятельность не искренне и не от сердца не от любви по принуждению бог-то все равно это видит если бы можно было всех верующих людей заставить по принуждению жить праведно то мы не бы все под этой принудиловкой прожили бы христианскую жизнь и все бы ушли на небо и тогда бы не нужно было писать такую сравнительно толстую книгу как библия для того чтобы человек самосовершенствовался освещался усовершался становился лучше был расположен к добрым делам ничего бы этого не надо было нужно было бы всех заставить все бы это вне добровольно делали и все бы потом куда-то попали это безумие божье слово говорит что бог не просто вас разгневался на пророк но вот этого прозорливца или как петр называет его пророка он не просто хотел умер ну скажем так наказать его он умертвить его хотел потому что предлагайте мне много золота ну впрочем давайте понимаете в чем суть мы всегда склонны осуждать поступки людей так мы устроены мы грешные люди но как только мы становимся на их место мы почему-то делаем так же знаете все студенты бунтуют против депутатов и на митинги выходят тоже студенты до тех пор пока сами не становятся депутатами вот то же самое в нашей ситуации поэтому братья и сестры тайна тайна вот этого движения тайна сердечного наше движение хотя мы свободны нас никто ни к чему не принуждает там где дух дух господен там свобода так вот раз мы свободны и нас никто ни к чему не принуждает как следовать за господом из любви следовать за господом из любви зло исходит из сердца но написано побеждай зло добром и эту победу может сделать только бог в нас другой человек не может мне помочь победить другой человек не может меня заставить очистить мои мотивы вы скажете почему да потому что если он заставит меня то это будет не добровольно а если это будет не добровольно то будет как в истории с этим мальчиком я сел но в душе я стою Бога интересует душа Бога интересует состояние души а не просто какие-то внешние телодвижения и слава Богу если внешние проявления совпадают с состоянием души но внешние проявления вторичны первично душа это великая тайна как это работает как мы принимаем решения как мы в конечном счете оправдываем себя за хорошие или не очень поступки как мы пробуем доказать порой людям что мы лучше забывая о том что Бог все равно видит наше сердце пусть Бог нас благословит запомнить истину что проходя любое время более сложное или менее сложное или вообще не сложное мы должны становиться лучше наша мотивация должна быть основана на любви к Богу а не к материальным ценностям а не к уважению людей а не еще к каким-то второстепенным трети степенным десяти степенным вещам все что мы делаем должно быть основано на любви к Богу заставить любить нельзя наказать за нелюбовь нельзя нельзя даже детей заставить полюбить Бога поэтому братья и сестры давайте мы будем мудрыми давайте мы будем думать о своей душе давайте будем пересматривать мотивацию своих поступков зачем я делаю то что я делаю и что меня двигает это делать пусть нас Бог всех благословит аминь